всем привет вы снова находитесь на канале old dutchman с вами я владимир казарчук и сегодня мы продолжаем тему наших комнатных домашних балконных растений месяц назад в одном из видео о кактусах я вам говорил что вот у нас большой распустился были красивые цветы я даже сделал коротышку с тем с тем кактусом у которого были красивые цветочки и потом я вам показывал вот этот вот маленький кактус с маленькими такими черными шариками и я говорил что эти шарики ни в коем случае нельзя обрывать нельзя их беспокоить потому что это шарики которые впоследствии превратятся вот в такие вот длинные стебли и потом на них образуются вот такие бутоны и они будут раскрываться что интересно эти бутоны вот сейчас уже в течение месяца они были где-то недели две-три они были маленькими именно сами вот шишечки и вот такого размера такого размера вот эти вот стволы стебли достигли буквально за одну неделю вот такая у него сумасшедшая скорость пошла в этого кактуса почему они у нас сейчас вот села так направлен в одну сторону он у нас стоит на балконе на подоконнике вот этой стороной вот этой стороной у нас стоит к стеклу до окна а эта сторона направлена на солнце так вот сейчас утро сейчас утро я специально снимаю это видео она будет из нескольких частей первая часть я вам показываю сами стебли и пока еще закрытые бутоны я так полагаю что уже вечером сегодня они начнут распускаться и вечером я запишу вторую часть видео а может быть потом еще завтра утром когда они совсем раскроются покажу вам полностью и в таком случае будет видео состоящее из нескольких частей ну из двух по крайней мере это точно и дальше я потом следующую часть я хотел этого видео расскажу какие нужно использовать удобрения для того чтобы кактус красиво цвел красиво хорошо рос и долго радовал ваши глаза и так это первая часть сейчас будет 2 секс а из лейте и так сейчас вечер цветы еще не до конца распустились это произойдет ночью ну а утром мы продолжим снимать видео уже с распущенным нашим кактусом вот теперь мы можем посмотреть на цветочки которые распустились на нашем кактусе я рассчитывал на то что вечером они уже будут распущены но увы они только только начали распускаться вот во второй маленькой части это было видно и за ночь они распустились вот в такие вот красивые цветы вот смотрим вот такие вот у нас стебелечки и вот такие вот у нас получились цветы выросли цветы вот значит цветет он ну скажем так раз в год этот кактус очень-очень нежными цветами у нас собака жутко любит их нюхать потому что они издают такой нежный аромат ну просто ну не сравнишь ни с чем и и дня два самые большие три они начинают увядать и что самое интересное эти цветы действительно вот у нас вот это уже второй кактус маленький на большом кактусе они распускались к вечеру как обычно все цветы сначала днем распускаются на ночь ложатся спать закрываются этот же нет эти распускаются с вечера на ночь и на утро вот уже такие вот мы гуляли с собакой 40 минут назад на улице цветы были еще не совсем до конца раскрыты а сейчас уже вот такое вот красивое счастье маленькая красивый шарик с четырня веточками и кстати первый кактус у нас тоже всегда выпускает только четыре цветочка я не знаю может быть это такая способность вот это вот растение что выпускает только четыре цветочка но что большой что маленький вот доказательство того что больше четырех они не выпустят и теперь как я говорил в первой части видео немножечко об удобрениях чтобы лучше цветок рос чтобы он шел в силу и не страдал всякими болезнями или еще что то чтобы ну допустим чего-то не хватало да так вот я когда завариваю кофе просто-напросто беру вот это тот отработанный перемолотый кофе собираю его в маленькую дозочку маленькую баночку и когда он чуть-чуть подсыхает можно даже ну не то что подсыхает когда он остывает то что горячий в землю кидать тоже не камильфо поэтому я жду когда он немножечко остывает теплый или холодный неважно что он там с водой я посыпаю землю вокруг цветка и вот такой вот палочкой легонечко делаю маленькие взрыхления в земле получаются как бы маленькие ямочки эти ямочки попадает а кофе и потом только я немножечко поливаю за счет того что кофе содержит себе еще не все вещества отданное воде чтобы мы могли пить эспрессо или кофе вот эти вот все ферменты вот эти вот все скажем так витамины которые могут сослужить полезную службу для цветов они уходят в землю и через корни попадают в цветок и он естественно получает как бы как энергетик как стимулятор к росту и и вообще становится крепче это намного лучше и намного выгоднее магазинных вот этих вот различных там удобрений я не спорю там есть хорошие удобрения есть просто какая-то химия есть пестициды и так далее поэтому если вы допустим дорожите вашими цветами то можно использовать все натуральное вот как например мы используем для удобрений отработанный молотый кофе и результатом являются вот такие вот цветочки сейчас я вам покажу эти цветочки вблизи и на этом мы закончим наше видео про маленький кактус который все-таки расцвел через полтора месяца после того как я показывал его в одном из видео кактуса компания с маленькими шишечками на его шарики ну давайте смотреть его вблизи вот такие у нас цветочки они красивые когда они только-только начинают распускаться они внизу вот можно посмотреть они внизу как лодочки и от этих лодочек потом выходят остальные лепестки и идут в рост вот смотрим красиво да и и главное что очень очень нежный аромат ну что ж не забудьте подписаться на наш видео канал поделиться видео с друзьями оставить лайк свой комментарий вдруг кто поделится опытом у кого может быть есть какие-то более изысканные цветы даст ссылочку на свой канал и мы будем смотреть и делиться опытом и работой с цветами всем удачи пока пока да 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 о кто ты Продолжение следует...